Друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня мы находимся в нашем садовом центре, который уже давно начал свою работу, радует своих покупателей, посетителей прекрасными растениями. Вы здесь можете найти растения для своего сада, для своей дачи, для участка и порадовать интересненькими новинками и давно полюбившимися культурами. Сегодня в нашем обзоре мы хотели бы вас пригласить прогуляться по нашему садовому центру и показать самые популярные позиции хвойных растений, потому что это категория растений, которая считается одной из самых востребованных, самых популярных и всеми любимых. Можно различные группы найти в этой категории, различные жизненные формы и обустроить свой сад только даже одними хвойными и создать из него, вот и даже изюминку сделать. Вначале я расскажу вам про однолетнюю рассаду, потому что это тоже популярнейшая категория, сейчас активно пользуется спросом, сейчас у нас как раз самый посадочный сезон в разгаре. Однолетняя рассада цветущих культур, такие как питунья, тагетесы, бархатцы, гвоздика, розы и так далее. Давайте коротко сейчас пробежимся по нашей цветущей рассаде. За задней планете вы видите кассеты с питунью, у нас они в наличии по 6 штук в кассете, стоимость 269 рублей за кассету, цвета разные. Здесь питунья у нас кустовая, то есть она сначала растет кустиком, потом чуть-чуть снизу падает, сильно ампельности здесь не наблюдается, но крупные цветки образуют и довольно пышное цветение. Для того, чтобы, кстати, продлять цветение, обязательно удаляйте отцветшие цветки с питуньи и тогда она будет еще больше цвести. Тагетесы или бархатцы, по-другому, также они в кассетах, по 219 рублей, 6 штучек в кассете. Цвета здесь также разные, оранжевые, есть двухцветные. Бархатцы это также популярнейшая цветущая культура, которая прекрасно растет в наших условиях, обильно цветет до первых заморозков и активно пользуется спросом для озеленения. Итак, снизу, здесь вот у нас на поверхности, на покрытии, представлена гвоздика. Это гвоздика Оскар Микс, 199 рублей за кустик, наноцвету, двулетняя гвоздичка, которая также прекрасно зимует в наших условиях. Единственное, что нужно будет обязательно замульчировать корневую систему и накрыть ее, например, лапником. Далее, Остеоспермум, это однолетняя культура, вот такие вот ромашки, разрастается таким пышным кустом, обильно цветет все лето, стоимостью 255 рублей. Здесь такого сиреневатого оттенка. Хоризонтема тоже прекрасно растет в саду, здесь вот у нас она идет в горшочке по три цвета, белый, розовый и желтый. Монт Обиск, 255 рублей за горшочек. Это культура однолетняя, она будет цвести все лето, но желательно потом на зиму ее либо занести в помещение, либо если вы не хотите сильно хлопотно с ней работать, можно оставить ее на зиму. Но она, к сожалению, не перезимует у нас. Далее тоже находится Гвоздика, это Гвоздика I Love You, такое красивое название, вот такие пышные кустки у нас, обильно цветущие, нежно-розовые. Очень красиво смотрится, стоимость 299 рублей. Тоже двулетняя культура, прекрасно у нас растет. И на следующий год также будет разрастаться плотненьким ковриком и будет также цвести. И далее кала. Кала это у нас считается как классический комнатный растение, но на зиму ее можно прекрасно высаживать в сад, как контейнерное растение, например, возле водоемов каких-то она может выращиваться. На зиму обязательно нужно заносить ее в помещение, она будет находиться в виде клубня в состоянии покоя, то есть она на зиму обычно отмирает, верхняя часть зеленая. И весной вы пересаживаете в свежий грунт, клубень, который там остается, и можно также ее вынести на улицу или в сад свой и также разместить ее где-нибудь возле водоемов, например, 578 рублей за горшочек. Здесь тоже цвета разные представлены и также популярностью она пользуется довольно-таки у садоводов и любителей. И давайте сейчас посмотрим еще розочки. Здесь они у нас расположены. Вот такие красотки. Здесь сорт фаворит оранж, стоимость 561 рубль. Здесь такой крупный куст, миниатюрная роза, она идет как бордюрная. Здесь высотой она уже где-то 40 сантиметров, 45. Вот такие вот огненно-рыжие интересные цветки, даже коралловая, наверное, оттенка. Очень эффектно смотрится, если ее высадить вот так же, например, живой изгородью, создать из нее какой-то бордюрчик. Ну и как комнатное, как балконное растение, для террасы, например, как контейнерное, тоже она прекрасно подходит. Ну и здесь у нас еще миниатюрная розочка, тоже популярна в каких-то небольших клумбах, в каких-то бордюрных посадках. Она не вырастает большая, до 25 сантиметров высота, ну вот так вот цветет она не крупными цветками. Но может прекрасно у нас зимовать при условии хорошей мульчи. Если 20 сантиметров, 10-15 сантиметров, вы сделаете мульчировающий слой корневой системы. И если накрыть ее, например, тем же самым лапником. Миниатюрная розочка стоит у нас 199 рублей. Так, а теперь переходим к хвойникам. Начинаем наш обзор хвойных растений. И начнем мы с можжевельников. Можжевельники у нас представлены в ассортименте, разные диаметры, высоты, габариты и жизненные формы и так далее. Ну, покажем самые интересные позиции, которые популярностью пользуются и более красивые формы. Из застелившихся можжевельников очень симпатичный можжевельник чешуйчатый блю-карпет, 1598 рублей по оптовой карте. Вот так вот он смотрится. Здесь уже довольно-таки крупный взрослый можжевельничек. У него стелющаяся жизненная форма, как я уже говорила, и голубой оттенок хвои. Очень симпатично смотрится где-нибудь на альпийских горках, на небольших участках, на возвыженностях, например, как обрамляющие переднего плана клумбы, составляющие композиции. Ему можно стричь, формировать, например, не давать ему разрастаться в разные стороны, но по площади он занимает довольно-таки крупное пространство, до двух метров с возрастом может разрастись. Здесь нет, он уже довольно-таки крупную площадь займет. Так, далее еще один красавец. Вот такой вот можжевельник тамарцифолия. Это можжевельник с нежной хвоей, у него не игольчатая, а чешуйчатая хвоя. Стоимость его 6598 рублей. Вот такой крупный горшок. Это тоже невысокая жизненная форма, то есть это больше стелющаяся, не сланиковая форма. Высотой он достигает где-то 40 сантиметров до полуметра и разрастается в основном вширь. Можжевельник китайский или стрикто. Это колонновидный можжевельник с колючей хвоей. Также прекрасно растет в наших условиях. Имеет прямую классическую такую симметричную форму кроны, каплевидную. Стоимость его 299 рублей, горшок 9 сантиметров диаметра. Хорошо из него делать живые изгороди, например. И он даже легко поддается стрижке, формировать его можно, например. Даже убрав вот эту верхушку, он будет уже разрастаться вширь. То есть можно даже лишить его возможности расти колонны и сделать его как будто чуть вширь разрастаться, чтобы он как стороны разрастался. Далее. Туи. Туи у нас также представлено большое количество в ассортименте. Тут можно посмотреть великое разнообразие туи, которое у нас в наличии сейчас на данный момент в торговом центре, в садовом центре вернее. Из малюток, вот таких вот небольших саженцев. Здесь у нас представлена туя колумна западная. Она очень похожа на абрабант. Здесь также у нее чешуйчатая вот такая вот структура хвои. Она раскидистая, но абрабант очень сильно в два стороны. Такой вот расширяется. Такой куст более рыхлый. Колумна, она более компактная. У нее форма кроны более колоновидная и не такая развалистая. То есть не такой рыхлый куст, более плотненький, аккуратненький и как бы не так сильно она в стороны разрастается. Стоимость одного горшочка 299 рублей. Цвет у туи зеленый классический. Еще одна разновидность туи, которая вот в этом году у нас впервые при наличии, это туя западная кинков-брабант. Здесь у нее также немного отличается от классического абрабанта от нашего. Более плотной кроны. Она более такая сжатая чуть-чуть. Форма не колоновидная, а чуть-чуть как будто пирамидальная, но не такая опять же рыхлая. Тоже очень симпатично смотрится. И она карликовая. До больших размеров она не вырастет. 340 рублей за горшочек. Популярные туи это шаровидные туи, которыми можно обрамлять дорожки, например, или на переднем плане размещать их. За счет своей вот такой шаровидной формы они дополняют какие-то композиции. Туя Golden Globe. Золотой шар. Это золотистая туя. У нее вот такой вот красивый насыщенный окрас. Хвои желто-оранжевый. С приходом осени она становится более насыщенного оттенка. Более оранжевый она появляется. На 1598 рублей. Вот за такой кустик. Тоже популярная шаровидная туя, которая подается легко стрижке. Она не сильно быстро растет. И сохраняет вот такую вот немножко рыхлую, естественную форму. Далее, по-моему, самая популярная туя, которая вообще может быть наряду с барабантами и смарагдами западными туями. Это у нас Даника. Вот такая вот шаровидная туя. Классический шарик. Прекрасно растет в наших условиях, в условиях Сибири. Растет она не быстро. Прекрасно поддаются стрижке. Хорошо зимует. Стоимость 1598 рублей. Здесь горшок у нас 2 литра. Высота у нее примерно, у самого растения 25 сантиметров. Это зеленая туя. То есть у нее появляются оттенки оранжевого такого цвета, уже ближе к осени. Очень симпатично смотрится. Прекрасно подходит также для создания, например, каких-то бордюров. Если ее рядом посадить несколько, будут симпатично смотреться вот такие вот шаровидные бордюрчики. Рядом со мной переходим к следующей категории туи. Это колоновидная туя. Тоже одна из самых популярнейших туи. Это смараг, западная смараг. Вот такая вот классическая форма сама по себе. Коническая такая форма у нее, элегантная. Хвоя нежная очень. Но при этом туя очень хорошо зимует в наших условиях. Сейчас покажу. Корневая система. Отличие наших растений, которые представлены в нашем цедовом центре, это растения, которые выращены в горшках. Изначально выращены в горшках. Это означает, что у них полностью сформированная корневая система, полностью иммунитет природный на высоком уровне. И приживаемость у них почти 100%. О наличии вот такого лишайника и мха на поверхности горшка свидетельствует о том, что туи изначально с самого своего возраста, с череночка, возможно, была выращена в горшке. И она имеет именно природный иммунитет и ту природную силу, которая должна быть у растений, которые выращены в естественной среде. Поэтому приобретая такие растения, выращенные в горшках, изначально с молоду, можно сказать, что гарантированно туя приживется с 100% вероятностью. Так, стоимость нашей туи сморак 839 рублей. Здесь их также в достаточном количестве. И пойдемте к барабантам. Так. Вот такая красавица. Как я и говорила, барабант у нас такой немножко рыхлый, вкусный она имеет, такой чуть-чуть бесформенный. Тоже корневая система прекрасно сформированная. Выращена в горшке. Вот как раз отличие сморак от барабан. Да, можете посмотреть. И они могут использоваться по разным значениям. И та, и другая может быть использована в виде живой в городе. Но только различие в том, какой вы хотите. Более аккуратный для нее сморак, кто дойдет в более такая рыхлая и природная форма. Естественно, это барабант. Барабант растет у нас активнее, более прирост у нее. Сам по себе такой массивнее и наращивает она зеленую массу более активно. Прекрасно подаются стрижки, формовки. Между ними, если высаживать на каком-то определенном расстоянии, через несколько лет можно получить плотную стену из зелени. И туда уже не пробиться. Также они в одиночестве прекрасно растут, как солитерные растения. Очень крупный вариант. В конце мы тоже посмотрим уже более крупные деревья из барабантов и из марагдов. Даже сейчас можем посмотреть, как у нас увеличиваются по размерам сами по себе растения. Все у нас выстроено по изменениям высоты. Вот такая красота уже. 1.997 рублей. Это уже более крупная туйка. Повзрослее. Вот можно посмотреть, у нее красивая, элегантная форма. Колонны. Усеченные кверху. Сейчас мы ее обратно поставим. Далее. Опять можжевельники. Возвращаемся. У нас крупномерные растения уже находятся. И можжевельники в том числе. Вначале показывала юниперус. Китайский. Более мелкого размера. Там еще совсем малыш был. Здесь у нас более крупное дерево уже. 4.998 рублей. Вот такая вот форма обратно каплевидная. Жесткая хвоя у него колючая. И также прекрасно будет в виде живой изгороди, например. Или как солитерное растение. Вырастает он в высоту до 3-4 метров. Очень интересные можжевельники. Скальные. Которые также заслуживают любовь садоводов и садоводов. Очень красивые. Напоминают уже, наверное, Средиземное море своей формой, своим видом. Похожие на кипарисы. Южные кипарисы по своей форме. Тоже колоновидные. Здесь у нас два сорта представленных скальных можжевельников. Монглоу. Вот такой вот рыхлый. Немножко более естественной формы у него. Голубой можжевельник. 6.590 рублей. Можешь посмотреть, какая у него высота. Очень красивый можжевельник. И на заднем плане это классический скальный можжевельник Blue Arrow. У него более узкая крона колоновидная. Вот он как раз напоминает нам южные кипарисы. И стоимость его 7590 рублей. Вот такие вот интересные разновидности. Причем зимуют они у нас тоже прекрасно в наших условиях. А живем мы в Сибири. Вы знаете, что у нас условия очень суровые. Кстати, мы находимся по адресу город Новосибирск, Северный проезд 9. У нас часто очень задают этот вопрос. Так, здесь вот колоновидные можжевельники у нас активно представлены. Очень большое количество. И еще один интересный можжевельник колоновидный. Это хиберника. У него очень нежная хвоя. Здесь еще она прирост активно дала. Хвоя молодая, зеленая. Это для всех хвойных характерно. Потом появляется налет голубоватый, который придает вот этот слезоватый оттенок голубой хвое. То есть чем взрослее растение, тем интенсивнее будет налет. Стоимость хиберники 6 988 рублей. В первый год посадки обязательно накрывайте свои растения. Потому что они пока адаптируются, пока прирастутся, иммунитет сформируется. Нужна обязательно защита в зимние времена, особенно в наши суровые сибирские морозы. Защищать обязательно нужно от морозов и от снегопада. Обязательно для колоновидных растений делаются пирамидальные каркасы, которые накрываются либо нетканым синтетическим материалом укрывным, спандвондом, например, какими-нибудь или другими. Сейчас очень множество материалов. Либо делаются из мешковины какие-то каркасы. То есть обязательно в первый год нужно защищать. Даже два года первые. И эмульчировать корневую систему. Здесь вот хоть они у нас и закрыты, вот такой вот специальной подложкой. Прикрыта корневая система от перегрева защищает и от избыточного испарения. Обязательно мульчирование корневой системы, например, корой сосны или любой мульчой. До 20 см слой обязательно должен быть. Туя Даника в более крупных вариантах у нас представлена в нашем ряду в торговом садовом центре. Например, вот в сравнении покажу вам ее малышка и как она выглядит уже в более взрослом состоянии. Это, в принципе, практически ее конечный размер. Она еще немного подрастет сантиметров на 8-10. И вот такая примерно она и есть. 6 590 рублей. Вот такой вот крупный шарик. Вот с такого вот она вырастает. Как видите, природная форма у нее вот именно классическая, круглая. Она симметричная и плотненькая. Поэтому это здесь не стрижено, а именно вот ее природная вот такая форма. Далее. Туя Golden Globe, которую я также в предыдущем показывала чуть ранее. Вот ее мини-версия, можно так сказать. Здесь более крупные варианты представлены. До каких размеров она вырастает. Пожалуйста. Вот золотистая красота. У нас вот такой вот рыхлый кустик. Стоимость вот такого более крупного варианта 7 990 рублей. Вот такая она рыхлая, симпатичная. Тоже можете посмотреть, что природная форма у нее в основном сохраняется такая шарообразная. Ну или чуть-чуть овальная. Поэтому даже если вы не будете ее подвергать какой-то стрижке, она будет и так вот аккуратненько смотреться. Ну уже здесь более такая чуть-чуть рыхловато. Это в отличие, например, от Даники. Далее. Следующий вариант у нас как раз-таки туя западная колумна. Барабант колумна. Вот как раз-таки чем она отличается от классического барабанта. Барабант у нас рыхлый, как я уже говорила. Колумна это более плотная крона. Но имеет она более такой плотный костик, более такой сжатый. Она сама по себе колоновидная, ровненькая. Чем-то, наверное, напоминает сморакт, но хвоя как у барабанта. То есть можно даже поиграться, например, приобрести несколько видов колоновидных растений. Туи и посмотреть, как они между собой растут. Даже какую-то композицию с ними составить. Стоимость колумны у нас в садовом центре вот именно такого варианта 5998 рублей. Так, рядышком дальше у нас еще один представленный сорт Туи, который популярный. Западная туя Yellow Ribbon. Это тоже, можно сказать, пирамидальная туя, но у нее ярко окрашены в желтоватые, золотистые и оранжевые оттенки хвоя. То есть это она не подгоревшая, как многие думают, а это ее природная краска. Она вот такая яркая, красивая и такая нарядная сама по себе. Хвоя у нее тоже немножко рыхлая. Она в разные стороны направлена и очень интересно за ней наблюдать. Очень симпатичный смотриц, в композициях особенно. 5998 рублей. Здесь более высокий вариант, сейчас скажу. А, тоже вот она 5998. Такая вот красота, лучше меня. Так, далее. Туя Smaragd. Западная здесь уже более крупный вариант. Высота у нее где-то метр сорок, полтора метра. 6 688 рублей. Тут уже прям у нас сформирована красивая форма ее. Вот как они рядом смотрятся. Если вдруг запланируете их в виде живой изгороди, высаживая, конечно, расстояние между ними нужно выдерживать до полутора метров, потому что они вырастают такими массивными довольно-таки. Ну вот, например, следующий вариант. Здесь уже высотой метр восемьдесят они. Выше меня уже также. Красивые деревья. 7 998 рублей. Очень такая плотная, насыщенная крона изумрудного оттенка. Также на зиму их желательно накрывать. Первые два года хотя бы пока она адаптируется. Более взрослые растения прекрасно зимуют даже без укрытия. Единственное, что нужно корневую систему замульчировать. Ну и оберегать, конечно, колоновидные туи нужно от снега. Для этого и каркасы делаются. Так, более крупные варианты. Сейчас посмотрим. Здесь у нас также высота метр восемьдесят. 7 998 рублей. Здесь представлены уже более высокие туи. 8 998 рублей. Не бойтесь приобретать такие крупные растения. Корневая система у них сформирована. Приживаемость таких растений практически стопроцентная. Если вы приобретаете уже взрослое растение и пересаживаете ее, нужно сделать обязательно яму посадочную в полтора раза больше. Убедиться, что у вас нет застоя вод в весенний период. Или у вас близко грунтовые воды. Обязательно сделать дренажный слой. Затем вы делаете слой из песчаной подушки. То есть насыпаете прям пол ведра песка в это место. Насыпаете грунт, который у вас либо уже на участке готовый, либо можете приобрести отдельно, например, готовый большой мешок для грунта для хвойных и использовать его. В грунт для хвойных обязательно должен входить тор, песок. Потому что грунт должен быть рыхлый. И, например, карасенсный тоже самое. Она немножко подкисляет и делает свою микрофлору для корневой системы. Грунт не должен быть глинистым или просто песчаным. Он должен быть рыхлым и дышащим. Посадочную яму заполняете дренажом, песком, грунтом. Потом ставите гельф или тую, или что вы собираетесь сажать. Я про любые сейчас хвойники говорю. Можно добавить в грунт, который вы будете использовать для подсыпки корневой системы, удобрений для хвойных. То есть это немножко подпитает ее. И, например, если пролонгированного действия вы используете удобрение, которое постепенно отдается питательным веществам, то один раз за сезон можно добавить его при посадке и до следующего года ничего не вносить. Она будет постепенно брать питание, необходимое ей для роста. Растения, вот такие крупные, вы можете приобрести, приехав к нам в садовый центр, например, либо заказать у нас на сайте. И в том, в другом случае у нас действует доставка. Если вы заказываете на сайте, можете проконсультировать, например, приобрести отдельно сразу грунты, и мы все вам доставим. Поэтому все в ваших руках, пожалуйста, пользуйтесь возможностью и приобретайте вот таких красоток для своего сада. Туя-брабант, про которую я уже неоднократно говорила. Вот можете посмотреть разные варианты ее в разных возрастных категориях. Совсем маленькая тут небольшая туйка, где-то ей года три. Здесь уже туя более крупного варианта. Вот посмотрите, как у нее формируется куст, такой рыхлый, разлапистая она чуть-чуть, и у нее рыхлая, чешучатая хвоя. Прирост туи-брабант достигает 30 сантиметров в год. Это если тепло и много питательных веществ, и правильная агротехника по посадке была соблюдена. Вот более крупный вариант ее. Вот такая вот она вырастает уже. Это еще даже не совсем взрослая, не старость ее. Это где-то 6-7-летние растения. Стоимость вот такой вот крупной туи 6800 рублей. Вот такого небольшого варианта. Полтора метра, метр 70, наверное, даже. 4675 рублей. Ну и вот эту вот малютку я уже показывала. 1500 рублей она у нас стоит. С возрастом хвоя немножко изменяется по цвету. Здесь вот чуть-чуть она более такой насыщенной. И во взрослом состоянии туи, как эсмарагды, брабанты, можно не накрывать. Но в молодом возрасте для сохранения хвои желательно накрывать их. Весной самое главное не забывайте вовремя их открывать. И откапывать корневую систему от снега, чтобы хвоя у нас не горела. Это самая основная причина пожелтения хвои, особенно на туи, это когда активно начинает спарять хвоя влагу, но при этом корневая система еще не работает для добычи влаги к этой хвое. Поэтому нужно выбирать время, когда вы можете снять укрытие или оставить какое-то легкое укрытие от весеннего солнца и корневую систему чуть-чуть либо отлить водой, либо от снега ее очистить, чтобы она успевала прогреваться и начинала уже функционировать как насос и снабжать хвою как раз-таки нужной влагой. Мы закончили небольшой видеообзор по туям и переходим к елям и пихтам, которые у нас представлены в садовом центре. Ну, самое крупномерное растение, которое у нас в садовом центре, это вот такие вот красавицы, еле обыкновенные, или пицца абиес еще, 13 990 рублей. Здесь высота у них 4,5 метра. Крупное дерево. Да, даже такие деревья можно выращивать, высаживать в саду, например, на задний фон или дополнять какие-то композиции. Это если вы не хотите ждать, чтобы из маленького рстения долго-долго росло в крупное, сразу можно приобрести вот такое огромное шикарное дерево. Прекрасные лиственницы или лариксы по-другому еще. В наличии у нас представлено сорт Little Bogle. Вот такая интересная разновидность. На штамбе. Здесь привитая лиственница, которая в виде штамбика. То есть это шарик на палочке. Она имеет полуплакучую форму, но ее можно формировать в виде, например, шарика. Стоимость вот такого дерева 13 990 рублей. Лиственницы – это единственные хвойные деревья, которые сбрасывают на зиму свою хвою, и таким образом они переживают зимние условия. Поэтому прекрасно у нас зимуют в наших условиях. И обязательно нужно закрывать место привитки. То есть это вот здесь у основания. Вы можете замотать либо мешковинкой это место, либо чем-нибудь накрытием. Ну или также какой-нибудь сделать чехол, например, для защиты веточек нежных. Очень интересный вариант для, например, посадки композиции на альпийских горках. Какой-то задний план или возле водоемов. Очень будет смотреться естественно. Вот такая вот у нее форма красивая, плакучая. Смотрится очень интересно, необычно. Интересные разновидности ели. Здесь у нас пицциабиес, то есть гибрид ели и пихты. Такой вот этот сорт колумнарис. Очень компактная ель, которая имеет плотную крону. Она очень узкая, колоновидная, высокая, стройная. Достигает возрастных в состоянии 10-15 метров. Прекрасно у нас растет, прекрасно зимой и имеется такой вот классический вариант ели. Пожалуй, одна из самых необычных елей, разновидностей елей. Такой какой-то оригинальный вид имеет сорта ель обыкновенная акракона. Эта ель имеет асимметричную крону, у нее повисовые побеги и главным украшением служат вот такие шишечки, которые имеют красноватый оттенок и они практически полностью усыпают со всех сторон. Причем уже с небольшого возраста активно начинают водоносить и образовывают вот эти вот шишки. Здесь у нас представлено в садовом центре две разные высоты этого вида акраконы, разные диаметры. Так, высота 80 сантиметров 8925 рублей и повыше немного до метра она идет 11475 рублей. Вообще во взрослом состоянии уже в зрелом и окончательной высоты такая ель достигает 4-5 метров. Ну вот очень оригинально, за счет оригинальности своей кроны она смотрится очень эффектно в саду, украшением любого сада будет служить. Так, еще одна необычная разновидность, но здесь уже у нас карликовая разновидность. Это сорта Уилс Цверк. Очень красивая, плотно набитая ель. Достигает максимума на 2 метров примерно уже во взрослом состоянии. Прирост у нее очень небольшой, где-то до 5 сантиметров в год. Можете посмотреть ему такой вот молодой прирост, светло-зеленый. Для каких-то миниатюрных садов, для небольших участков прекрасно подойдет, так как сама по себе она растет очень медленно и имеет вот такую правильную классическую форму. И та, и другая, кстати, еля у нас прекрасно зимует в наших условиях, но опять же повторюсь, первые 2 года желательно укрытие или создание какого-то каркаса для того, чтобы хвоя не повредилась от мороза. Голубые ели также у нас представлены в наличии в садовом центре. Вот такие вот миниатюрные, но уже похожи на деревца. Ель колючая голубая. Стоимость ее 2998 рублей. Это наша обычная елочка, которая достигает 4-5 метров в высоту и имеет правильную классическую форму ели. Немножко также необычная жизненная форма имеет ель не деформис. Это подушковидные ели, которые вырастают максимум метр-метр двадцать в своем взрослом состоянии, больше заполняют пространство в ширину, чем дают прирост в высоту. Это прекрасный вариант для создания невысоких живых изгородей и плотных бордюров, например, или забора из живых растений. Когда вы плотно насаживаете их между собой, они переплетаются, прекрасно поддаются стрижки, можно формировать из них какие-то даже геометрические фигуры, и они ничем при этом не страдают, никак от этого не повреждаются, и наоборот прекрасно наращивают зеленую массу. И в наших условиях, в Сибири мы живем, тоже хорошо зимует. Обязательно присмотритесь к этому варианту, ну или, например, также для украшения альпинариев, для ракариев, тоже она подходит как небольшой, такой приземистый, можно так сказать, почвопокровник или подушковидная ель. Стоимость ее 8980 рублей. Ну вот в кроне можете посмотреть, она такая приличного размера уже здесь, сантиметров 60, ну и высоту она где-то сантиметров 50, это уже взрослая растение ель обыкновенная или перфекта колючая это карликовая разновидность тоже 3-4 метра достигает высоту классическая новогодняя ель зеленого окраса здесь еще прирост активный также здесь у нее высота до 50 сантиметров для начала создания композиции каких-то для будущего роста можно приобрести вот такой небольшой вариант также у нас представлены наличие обыкновенные канадские коники ели карликовые по своей сути достигают 2-2,5 метров высоту тоже у нее классическая пирамидальная форма симметричная очень правильная симпатично смотрится в саду на небольших участках и за счет своего медленного прироста долго сохраняет свою такую красивую крону можно в зимнее время также использовать ее в качестве новогодней ели стоимость различная у ели в зависимости от объема горшка и от высоты самого растения 799 рублей горшок 2 литра высотой 40 сантиметров и 1275 рублей высота до 60 сантиметров и объем горшка 3 литра в наличии у нас также представлена пихта сибирская это очень красивое дерево которое отличается от ели своей хвоей у пихты она более плоская у ели более округлая у пихты по внешнему виду хвоя более нежная более мягкая и вот сейчас молодой прирост он такой нежно-зеленый дерево в возрастном состоянии смотрится очень симпатично прекрасно растет в наших условиях хорошо зимует и стоимость ее 2999 рублей вот такая вот высота у нее небольшая тоже прекрасное украшение для сада будет сосна горная муга мокс очень симпатичный сорт это карликовый сорт почвопокровный или даже подушковидный можно сказать высота данного вида сосны горной достигает не более 1 метра в среднем это высота 8 сантиметров во взрослом состоянии также она более разрастается вширь прекрасно подходит для пинариев для ракариев для каменистых горок для небольших садов и так далее для водоемов например вот такой вот уже более взрослый вариант уже готовой композиции можно приобрести и посадить где-нибудь в саду и незначительный рост будет прибавлять где-то сантиметров на 7 она прибавляет рост за год и смотрите они молодые побеги у нее хвоя короткая но за счет этого она смотрится так интересно и необычно также прекрасно у нас зиму в наших условиях и требует также каркасного укрытия для того чтобы форма у нее не развалилась потому что у нее сам по себе каркас не очень плотный поэтому нужно обязательно позаботиться о том чтобы было укрытие именно сохранением формы стоимость одного горшка 7 тысяч 480 рублей и высота у нее также небольшая где-то вместе с горшком с растением 50 сантиметров так на этом наш видеообзор по хвойным растениям нашего садового центра который у нас представлен сейчас на люте мы завершаем спасибо что были с нами в эти минуты в мае действует акция приятная для любителей садоводов счастливые часы для того чтобы воспользоваться этой акцией вам нужно приехать к нам в садовый центр приобрести растение с 6 часов вечера до 8 и будет стоимость как раз таки оптовая это для тех у кого нет на руках оптовых карт очень приятно будет приобрести растение по выгодной цене мы ждем вас в нашем садовом центре приезжайте приобретайте растение для своего сада для души для любимых для себя мы желаем вам всего самого лучшего и до следующих видео